Всем привет! Мы рады, что вы остаетесь с нами. И сегодня в поле нашего зрения попал футбольный клуб «Угжит-Пес». Команда «Звезд с неба» не хватает и, тем не менее, съедает половину бюджета, выделяемого на развитие спорта в Акмолийской области. За всю свою историю чемпионата команда лишь единожды попадала в топ-5 лучших команд Казахстана. Это событие, произошло в 2016 году, в то время, когда областью руководил Сергей Кулагин. Однако в марте 2017 года, после очередного скандала, высокопоставленного чиновника отправили в отставку. За прошедшие пять лет кресло Акима поочередно занимали два региональных функционера. Сперва Малик Мурзалин, затем Ермек Маржикпаев. Но при них «Угжит-Мисс» так и не смог выстрелить в первенстве страны. Хотя на финансирование местного футбольного клуба все эти годы выделялись довольно немалые деньги. По информации главы общественного фонда Кукшетауская федерация футбола Армана Турлубекова, дежегодный спортивный бюджет власти варьируется от 4 до 5 миллиардов тенге. Из них не менее 2,5 миллиардов уходит на финансирование «Угжит-Песа». А это как минимум 50% от выделяемой суммы. Остальные деньги приходится делить на остальные виды спорта. Здесь следует отметить, что честь Акмолинской области защищают такие прославленные спортсмены, как чемпионы и призеры первенств мира по боксу Дина Жоломан, Тимиртаж Жусупов, Карина Ибрагимова, мастер спорта международного класса по шорт-треку Денис Никиша, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Сергея Цырульникова, также другие. Кстати, в финансовом плане в наступившем году именитым спортсменам придется еще немного сократить свои расходы. Дело в том, что из-за отсутствия подогрева зеленого газона «Угжит-Пес» могут лишить турнирных очков уже на старте очередного футбольного сезона. Чтобы этого не произошло, клубу выделили деньги на обустройство системы жидкого обогрева поля. И, судя по документам, выложенных на сайте госзакупок, на эти цели синегорцы потратят дополнительно 371 миллион тенге государственной казны. Все работы будут проводиться на центральном стадионе города Кокшитал, которому в нынешнем году стукнет аж 68 лет. Добавим, что чуть менее 5 лет назад на этой арене уложили искусственный газон последнего поколения. Теперь бывшее чудо советской архитектуры оснастят еще и модерновой системой отопления газона. А для этого вокруг стадиона придется заменить практически все наружные тепловые сети и канализации. В конце хотелось бы добавить, что миром правит любовь. Любовь к футболу. А мы продолжим следить за ситуацией в «Угжит-Песе» и в казахстанском футболе в целом. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал.